Добрый день! С вами «Всё путём» цикл радиопередач о правилах дорожного движения и вообще обо всём, что связано с машинами и дорогами. Сегодня второй выпуск этой программы. Её веду я, Екатерина Богданова. А в гостях у нас мастер производственного обучения в вождению автошколы ДСААФ Мурманск Сергей Викторович Рябов. Здравствуйте! Здравствуйте! Но перед тем, как мы перейдём непосредственно к диалогу с нашим уважаемым гостем, я напомню некоторые технические моменты. На всё про всё у нас не так много времени, примерно 28 минут. По середине программы мы уйдём на небольшой рекламный перерыв, примерно на 2-3 минуты вас покинем, потом вновь вернёмся и продолжим разговор с нашим гостем. Также напоминаю, что открытая студия полностью, наш эфир сегодняшний, всё путём, правда, своё название, мы выходим в прямом эфире, это значит, каждый из вас может присоединиться к эфиру. Нам можно написать «Телеграмм привязан к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать шесть», если вы хотите задать вопрос гостю или самостоятельно прокомментировать тематику нашего сегодняшнего разговора. На этом с техническими моментами всё, и мы можем переходить, наконец-то, к нашему разговору. Тема эфира звучит так – «Из пешехода в крутого водителя». Никто не рождается водителем, мы все это понимаем, с такими навыками не бывает детей, ими, естественно, становятся в ходе жизни и в ходе обучения. Здесь главное попасть к хорошему инструктору, чтобы он тебе привил желание водить машину, а не наоборот, навсегда его отбил. К сожалению, бывает и так. Наш гость пришел в автосферу очень много лет назад, уже 29 лет преподает вождение непосредственно, и в апреле следующего года, как он мне рассказал за эфиром, отметит как раз 30-летний юбилей своей преподавательской деятельности. За его плечами тысячи часов наката с учениками и огромное количество северян, которые, в конце концов, всё-таки получили заветные удостоверения водителя. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как вообще началась ваша любовь к автомобилям? Сначала наверняка вы сами научились водить, а потом решили и другим передавать этот опыт. Когда это было? Как? Расскажите. Ну, всё началось с 80-х годов. Я закончил те же курсы ДСАУ. А вообще любовь пришла от отца. У меня отец всю жизнь тоже работал водителем. Ага, то есть это наследственная. Ну, наследственная была организация «Главмурманстрой». Вот на территории сейчас современного семейного магазина «Твой» была огромная организация. Там было очень много машин, соответственно, работало очень много народа. А чем занималась организация? Обслуживанием стройки. То есть они по стройкам развозили стройматериалы какие-то? И стройматериалы, инертные грузы. Всё это завозилось по стройкам. Город рос, город поднимался. Да, строился всегда, конечно. Но со временем, как вы все прекрасно знаете, перестройка, предприятия стали разваливаться. И это тоже разваливалось? Это повлияло на то, что пришлось как бы подумать о дальнейшем, как жить. А вы хотели быть так же водителем грузовика, как ваш отец. Ну, у вас такие планы вообще были, да? Да, да. Я всегда хотел водить машину. У меня было такое желание. А то, что я буду инструктором, я просто как бы случайно пришёл в этот год. Так, случайно. Меня привёл друг. Ну, раз нет работы, что сидеть? Пойдём попробуем. А вам было сколько лет? Двадцать? Лет, я даже не помню. В 19-м году сколько мне лет-то было. Ну, вы уже армию как раз прошли, да? Да, я уже служил. Я уже 11 лет наработал стажи на грузовиках. Вот в этом предприятии именно. И вот. И потом, в течение одного дня у меня получился перевод. В автошколу. С инструктором? Да, да, да. И с тех пор я стал преподавать. Но ведь, смотрите, водить машину классно, это одно. Вы можете быть крутым водителем, выходить из всех трудных ситуаций на дороге, знать досконально всё устройство автомобиля. Но преподавать – это другое. Вы чувствовали в себе силы, что у вас есть вот та возможность передать эти знания? Ведь это какой-то определённый склад ума должен быть, чтобы донести человеку, который никогда не сталкивался с вождением, как это делать правильно. Сначала я, конечно, многого чего не понимал. Вот, я очень боялся. Когда вот я взял первых людей, у меня было первые четыре человека. Ага. Вот, я ужасно волновался. Это вы на грузовике преподавали сразу? Нет. Это легковушка? Я начал на легковой машине. Легковушка. Ага, классика бессмертная. Да, классика. Начинался с неё. Вот у меня первые были два юноши и две женщины. И чего вы боялись? Ну, во-первых, как передать знания. Я ещё как бы не особо занимался этим делом. Вот. Пытался вложить как-то вот, ну, всю душу пытался вложить. Я очень волновался за каждого из них. Ну, мальчишкам давалось, конечно, это всё побыстрее. Они побыстрее там всё освоили. У них всё получалось. С женщинами было труднее, конечно. А что они делали не так, женщины? Путали педали, боялись, кричали за рулём, помогите. Нет, ну, такого не было. Ну, много чего не получалось. Ну, начало движения, сами знаете, эти три педали. Нажал заглох, нажал заглох. Ну, конечно, конечно. Ну, а впоследствии эти женщины сдали на права-то? Ну, да, они сдали, естественно. Они сдали все с первого раза. Вот вся моя группа, четыре человека первые, они сдали с первого раза. И вот у меня уже как-то уверенность немножко появилась. Что я могу это сделать, могу передать знания. И вот потихоньку-потихоньку я и сам набирался опыта в этом деле. В процессе обучения. Вот. Как работать с людьми? А вот может быть, вы пару моментов скажете. Что до вас в то время дошло? Чего нельзя делать с учениками? Чего они, не знаю, пугаются от чего? И вот вы поняли, что нет, так не буду. Буду кардинально противоположно. Ну, все разные вот. Все люди разные. Каждый человек реагирует по-своему. Ну, во-первых, нельзя орать. Потому что это делает только хуже. Они еще сильнее испугаются. И не дай бог в ТП попадут. Даже бывает. Люди не воспринимают, что ты повысил голос, значит, ты уже ругаешься. Начинают теряться, начинают бояться. Ничего не получается, забывают все, что они умели делать до этого. Даже если до этого все нормально получалось. Совершенно верно, да. То есть нужно быть немного психологом, спокойно общаться с людьми. Да, немножко психологом, немножко педагогом. То есть обладать вот этими небольшими качествами. А как вы считаете, сколько лет спустя, после начала вашей работы как инструктора, к вам это все пришло, и вам стало гораздо проще к каждому человеку, хотя они очень разные, находить подход? Вот когда вам стало уже совершенно свободно, без боязни, без переживаний сильных? Вы знаете, наверное... Никогда. Года три. Года три ушло, да? Года три, не меньше, да. Когда у меня немножко уверенность в себе пришла, что я это делать могу. Ага. Что люди задают с первого раза, получают права. Ну, не все с первого раза, естественно. А были в вашей практике люди, которые очень долго пытались получить права? Ну, знаете, бывают такие, у нас даже иногда давали в новостях, как забавные такие случаи, когда там типа 15 раз сдавал, и вот наконец-то получил. Случалось, да? А из-за чего так получается? Вроде они водят-водят, а потом пересаживаются уже, когда сзади сидит представитель полиции и принимает экзамен, и сразу теряться начинает? Почему так? Ну, это внутреннее волнение. У каждого человека, каждый человек волнуется. Как на любом экзамене, даже начиная со школы, это волнение, это нужно преодолеть, потому что все помнят, что вдруг я что-то забыл, вдруг я что-то забыл. И, соответственно, забывают. А наверняка у вас тоже ваши подопечные, ваши ученики спрашивают, ну, подскажите, как вот, что сделать, чтобы не волноваться? Что вы им, какой совет можете в таком случае дать, чтобы они сели и повели машину так же, как водят с вами, несмотря на то, что это экзамен? Ну, тут невозможно человека, по-моему, убедить, чтобы он не волновался. Это все равно, это качество будет присутствовать. Тут он сам должен как-то себя настроить на правильный лад. Ну, естественно, да, 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 да. Тут посоветовать ничего нельзя. Как перестать волноваться, это невозможно сделать. Как получилось так, что потом вы перешли на категорию С? Когда это было, что потом вы начали грузовики уже преподавать вождение на грузовиках? В каком году? Ну, во-первых, преподавание на грузовиках не было для меня новостью, так как я сам 11 лет проводил на грузовиках. Вам даже, наверное, привычнее было как-то. Большая кабина, большая машина. Да, 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 да. Вот. Ну, так сложились обстоятельства в период вот этих сложных годов. То есть, когда организации там не хватало денег, техники не хватало, инструкторов не хватало. Ну, то есть, я пересел на грузовик, потому что меня попросили, так сказать. Потому что нужен был преподаватель вождения. Ну, не буду об этом говорить. Как бы немножко мне в наказание это последовало. Меня с легковой машиной пересадили на грузовую. По, так сказать, по прихоти начальников, которые у нас менялись бесконечно. Ну, в принципе, вам и нормально оказалось. Мне оказалось даже очень, даже лучше. То есть, хотели вроде наказать, а наоборот, отблагодарили награду. Не испугали нисколько. Ага. Нисколько. Вот сейчас вы преподаете вождение категории С на КамАЗах, а раньше были другие автомобили, более старые. Что это были за марки? Ну, раньше были ЗИЛы. Угу. ЗИЛы. Что в них, вот, хорошего в новом машине? Принцип управления одинаковый на всех машинах. Ага. Единственное, габариты. Габариты машины. Вот. Вес, габариты. Вот. Нужно дать человеку, чтобы он почувствовал эти габариты машины. Угу. А... И, конечно, способы управления, то есть отличаются от легковой манера управления, принцип управления отличается. А вы можете назвать конкретно какое-то, что вы имеете в виду, манера управления? Вот пару пунктов, что отличается кардинально от легковой? Ну, начнем с того, что машина огромная и весит... Тоже очень много. Очень много. Ну, допустим, КамАЗ весит 9 тонн. Угу. Вот. Чтобы его остановить, нужно к торможению прибегать своевременно, заблаговременно. То есть не так, как на легковой. Вот 20 метров машина встала, КамАЗ так не остановить. Ага, у КамАЗа гораздо больше будет этот путь. Конечно, и тормозной путь гораздо больше. Вот. Соответственно, вот, ощущать расположение автомобиля, чтобы он помещался в полосе и не ездить там по разметке, по которой нельзя двигаться. Да-да-да, тебе кажется, что все нормально, да? А у тебя уже часть колес ушли на соседнюю полосу. Многие не чувствуют, да. Так многие на легковушках не чувствуют. Ну, совершенно верно. Скажите, пожалуйста, а вот кого легче научить водить грузовик? Кто уже водил легковушку и кто чувствует, допустим, габариты конкретно, а грузовика не очень, но знает принцип вождения вообще машины. Либо вот человек пришел, ноль, и садится сразу в грузовик. Нет, все-таки те, у кого есть опыт, кто знает уже принцип управления и как управлять, с тем и проще работать. Ну, и к тому, что, может быть, с какие-то манеры ведения вождения легковушки приходится вам переучивать. Тонкости уже надо доводить, да, да, да. Надо объяснить человеку, что КАМАЗ не может так быстро сделать, как ты привык на легковой машине. Раз куда-то и проскочил, КАМАЗ этого не сделает. Он будет делать медленно и долго, но уверенно. Сейчас вы учите парней, которые вот-вот отправятся в армию служить, чтобы они уже туда пошли с правами. Правильно я говорю, да? Вот они как раз получают категорию С. Расскажите, что это за мальчишки? Вообще, сколько через вас сейчас проходит учеников? Какая у вас сейчас группа? Сколько их? Ну, все зависит от комплектации группы. От времени года там. Мы обычно готовим группы весенний призыв, осенний призыв. Сейчас идет какая-то? Да, мы сейчас... Ну, как бы мы сейчас немножко докатываем людей, которых недостаточно для набора. Можно так выразиться. То есть чуть-чуть не хватает, вот мы сейчас с ними работаем. Группа у нас. А вот я просто понимаю, когда люди идут и сами хотят водить. Вот знают, что они заплатили деньги там в автошколе, им нужно получить категорию. Они хотят не быть пешеходом, хотят ездить от дома до работы на машине. У них есть мотивация. А вот у этих ребят бывает такое, что мотивации не хватает, там начинают прогуливать занятия? Или у вас все строго, и так не получится? Нет. Не хватает мотивации. Бывает такое, да? То есть их как бы принуждают. Да, я понимаю, что тем более им это бесплатно, как я понимаю. Этим занимаются рынкоматы, да. Комплектация групп, набором людей. Мы только с ними работаем. С теми, кто к нам пришел уже. И бывает такое, что прям сложно работать, потому что вроде как парень не особо хочет. Конечно, конечно. Многие даже не хотят, я вам хочу сказать. Кто-то очень хочет, но не попадают. Вот-вот. Это очень обидно, потому что те занимают место желающих. Совершенно верно. И не попадают, да. Вот кто хочет. А вот те, кто не хочет, бывают такие случаи, что все-таки они потом сдают на права, и все хорошо. И вводят и в армию, и потом... Конечно, бывают. Конечно, конечно. А о том, как вам все-таки удается переломить и добавить людям мотивации, мы поговорим уже во второй половине программы, потому что лихо с вами так подобрались уже к рекламной паузе. Буквально на 2-3 минуты мы вас оставим, а потом вернемся. Так что не переключайте радио и телеканал. Программа «Все путем» продолжает свое вещание. Это цикл радиопередач о правилах дорожного движения и вообще обо всем, что связано с машинами и дорогами. Сегодня второй выпуск этой программы, ее веду я, Екатерина Богданова, а в гостях у нас мастер производственного обучения вождению автошколы ДСАФ Мурманск Сергей Викторович Рябов, проще говоря, автоинструктор. Вот так вот, это будет правильно, если я вас так буду называть, а не вот этой вот большой-большой должностью. Мы уже обо много поговорили, как вы пришли в автосферу, как вы 29 лет, уже почти 30, 30 лет наступит в апреле, преподаете вождение. Сейчас учите молодых ребят, которые будут служить в армии в ближайшее время, водить грузовики. У кого-то получается все, у кого-то не совсем получается. И вот интересный вопрос. А вам когда-то доводилось обучать вождению грузовика девушку? Да, был у меня такой случай в практике. Ага, это одна была, да? Одна девушка, да. Зачем ей это было нужно? У нее работа была как-то связана или что? Ну, она объяснила это тем, что у меня папа, папа в Кировске, работает водителем Белаза в карьере. И я ужасно хочу присоединиться к моему папе и тоже управлять Белазом. Подождите, но на Белаз там категорию С разве хватит? Хватит. Хватит, да? Я думала, там какие-то специальные есть... Ну, раньше были ограничения по тоннажу. Ага. Вот, то есть женщинам свыше там определенного тоннажа нельзя было управлять транспортным средством. Сейчас, по-моему, эти ограничения сняты. То есть, если ты сдашь на категорию С, ты можешь сесть за руль Белаза? Ну, а почему нет? Ну, это такой просто автомобиль, кто вдруг не знает. Это вот, если я встану в свой рост, я примерно достану до середины колеса. Правильно я говорю? Правильно. Где-то вот так вот получается. Там большая лестница, чтобы забираться в кабину. Сейчас женщины водят уже и автобусы, и фуры. А скажите, а у вас есть какое-то вот такое превзятое отношение, что женщина за рулем – это хуже, чем мужчина за рулем? Нет, нет. Абсолютно нет такого. То есть, все-таки это зависит от человека, а не от его пола? Ну, во-первых, вот эта девушка, которая обучалась, она уже не один год ездила на легковом автомобиле. И вот она даже с первого занятия, она настолько тонко чувствовала все эти педали, и все тонкости управления, я был просто в шоке от ее управления с первого раза. То есть, лучше, чем многие парни? Конечно, намного даже лучше, намного лучше. И вот я и с мужчинами работал, вот, все по-разному. Но вот эта девушка, вот ей как-то, ну, сразу все было дано. Вот ощущение машины. Это, может, наследственное от отца, который набил ази? Я не знаю. Как у вас. Как у нее, да. Как у вас. Скажите, пожалуйста, вот как вы, с каким человеком себя будете в качестве пассажира хорошо чувствовать, если вы будете на пассажирском сидении, а за рулем, вот, человек, когда вы точно сможете сказать, он классно водит? По каким параметрам вы это определите? Или вы вообще не ездите в качестве пассажира? Ну, редко, в общем-то. Редко. Только в учебном автомобиле я в качестве пассажира нахожусь, но я обучаю. А то есть, с профессиональным водителем вы не ездите? Не знаю, на такси, может, какие-то еще случаи? Ну, вы знаете, вот из своей практики я знал одного человека, с кем ему было спокойно. Ага, а почему с ним было спокойно? Именно чем было его вождение профессионально? Профессионально? Сейчас я объясню. Этот человек, сначала я этого не знал, но когда вот я с ним ездил, я думал, почему у него так получается? Почему у него такая мягкая машина? Почему он не крутит руль в поворотах? Как у него получается? Оказывается, есть другие способы управления машиной, неизвестные обыкноменному водителю. А поделитесь, пожалуйста, сами. Со временем, со временем я узнал, что этот человек кандидат мастера спорта по авторалли. Ага. Да. Вот у него ощущение машины было настолько тонким, настолько тонкое управление, с ним вот было прям уверенно. Уверенность в нем была. У него машина, как бы, как сказать, поворот он проходил в заносе. Угу. То есть поворот на 90 градусов в заносе, машина его слушалась. Ничего лишнего там, ни одного лишнего градуса. Нажал на газ, она поехала прямо. Он, наверное, в таких поворотах еще контр-руление использовал, да? Ну, это все контр-аварийная подготовка. Ага, ага, это как раз из его автоспортивной жизни. Да. Ну, таких людей, конечно, единицы. Ну, естественно, да, да, да. А скажите, пожалуйста, вы, как специалист в автосфере, в сфере преподавания, вождения, можете посоветовать что-то людям, которые хотят научиться водить, а у нас сейчас такой огромный выбор школ, куда пойти, какая лучше, где дешевле, или просто куда первый тебе поисковик выдал ее. Как выбрать человеку автошколу? Вот буквально несколько таких ценных советов специалиста. Ну, наверное, стоит начать с денежного вопроса. Стоимость обучения. Это один из факторов. Она не должна быть очень низкой? Ну, если низкая, это не значит качественная. Вот. Следующее, что можно сказать, расположение школы. Где она находится? Где у нее находится площадка? Вот. Материальную базу стоит посмотреть. Что у нее есть? Что у школы, да, есть. Какая материальная база, какие классы, как оборудованы. Автопарк. Посмотреть. Вот именно своими глазами посмотреть, на чем вы будете обучаться. Вот. Что еще можно посоветовать? Может быть, как-то узнать про инструкторов, кто преподает? Поговорить там, да, с друзьями, кто когда-то недавно обучался. С инструкторами поговорить можно. Все, пожалуйста. Все на ваш выбор. Ну, и, соответственно, нужна мотивация. Мотивация. Подумать. Для чего вам это надо? И нужно ли вам это? Да. Нужно ли вам это? Потому что у многих не хватает времени на обучение. Начинают пропускать, да, занятия. Соответственно, да. Кто-то не понимает, что это огромный труд, на который нужно много времени потратить. Соответственно, средства. Средства нужно потратить. Потому что у нас все обучение сейчас в платной форме. Что еще посоветовать? А площадка, вы имеете в виду, она должна располагаться тоже удобно, чтобы до нее была какая-то транспортная доступность? Чтобы на нее приехать можно было? Чтобы там не идти три километра пешком до площадки, если момент, где будут меняться обучаемые, не оговорен, чтобы там самому куда-то не добираться. Где-то из промзоны, да, пешком. Да, через Ленинградку куда-то там. И чтобы у машины был не один гнилой Логан, да, а остальные машины там просто периодически появляться. А если вот человек хочет водить, но сомневается в своих способностях, вот ему кажется, что он никогда не сумеет. Что бы вы ему посоветовали? Все-таки, ну, платить за обучение, а ему покажется, что он не сможет этим заниматься, окажется. Как тогда ему быть? Можно ли как-то вообще просто попробовать себя за рулем? Не знаю, взять вождение, один час вождения. Ну, почему нет? Можно, конечно, найти частного инструктора, попробовать. И на площадке просто попробовать, твое это или нет. Конечно, можно, да. А вот как вы считаете, все-таки, вот есть такое расхожее мнение, что бывают люди, которым водить не дано. Вот правда, у меня была история, одна моя родственница пришла сдавать на права. Точнее, она уже оплатила курсы в школе или частично оплатила. Пришла на первое занятие в автогородок, поводила там что-то чуть-чуть, вышла, инструктор вышел, и она просто упала в обморок в ноги этому инструктору, прям на грязь. В грязь туда была такая погода, как раз осень, переходный период. И она встала и сказала, все, ну, это не для меня. Ушла, не знаю, даже деньги, по-моему, не стала забирать. Или это все-таки люди сами себе придумывают, накручивают себя, а на самом деле научить можно, как говорится, медведей вон в цирке на велосипеде ездят. Правильно, правильно, да. Каждый человек обучаем. И вот этого понятия мне не дано, это уже недоработка, так сказать, наших инструкторов. Нет таких людей. Человек имеет там два-три высших образования. В определенной сфере он просто ас. Как же ему не дано водить? Он научится. Просто для этого нужна, во-первых, мотивация, очень сильная мотивация. Во-первых, нужно время, время, которое нужно располагать. Бывает, что люди просто неправильно, не могут правильно спланировать свое свободное время. Вот, пропускают занятия, удлиняются сроки обучения, растягивается это все. Вот, желательно, чтобы, конечно, было и время, и мотивация. А знаете, когда-то у нас ходили такие разговоры несколько лет назад, что обучение вождению нужно увеличивать. Сам срок этих курсов. Что, мол, слишком быстро учат, потом выходят непонятно какие водители, попадают в ДТП, ничего не умеют. Там два или три месяца сейчас же это занимает. Что, мол, надо учить минимум полгода. Вот вы как специалист с этим согласны или нет? Или хватает того времени, которое есть сейчас? Ну, кому-то хватает. В основном обучаемым, ну, не очень возрастным, до 25 лет, вот этот контингент, они быстро все схватывают. Им вполне достаточно вот этой программы, базовой программы. Другим людям нужно больше времени. И вот как однозначно сказать, что вот нужно увеличивать или уменьшать сроки, тут нельзя сказать. Во-первых, это все денежный вопрос. Это все стоит денег. Увеличение сроков. Тут опять же индивидуально каждый человек. Индивидуально, совершенно верно. У нас буквально полминуты до конца эфира, но я хотела бы просто еще один вам краткий вопрос задать, чтобы вы на него ответили. Мы уже с вами сегодня в течение эфира упомянули о том, каким не должен быть инструктор, он не должен орать на людей. А каким он должен быть? Вот назовите три характеристики классного инструктора. Классно. Ну, я бы сказал так. Во-первых, небольшое знание, базовое знание психологии и педагогики. Выдержка. Обладать хорошей дикцией. Это тоже очень важно. Основные, так вот. Спасибо большое, что вот так вот четко ответили на последний вопрос. На этом программа «Все путем» на сегодня завершает свое вещание. Это цикл радиопередач о правилах дорожного движения и вообще обо всем, что связано с машинами и дорогами. Сегодня нашим гостем был мастер производственного обучения вождению автошколы ДСААФ «Мурманск» Сергей Викторович Рябов. Спасибо большое за такую содержательную беседу. Пожалуйста. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова